Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Анатольевна Малашкина, начальник Одинцовского управления социальной защиты населения. Здравствуйте, Наталья Анатольевна! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Огромное количество сейчас поступает звонков в Одинцовский центр социальной защиты населения, на горячую линию и на электронную почту. Как сегодня осуществляется прием граждан и осуществляется ли? Всем нам известно, что сейчас введен режим самоизоляции и прием граждан по вопросам предоставления мер соцзащиты, а также продление уже назначенных пособий не ведется в очном виде, также не ведется через МФЦ. Мы принимаем заявление через региональный портал услуг. Все меры социальной поддержки, они имеют возможность оформления через РПГУ. Этим пользовались граждане и до введения самоизоляции режима ограничения передвижений. И сейчас пользуются этим тоже. То есть, в принципе, это такая не новая практика и для определенной группы населения это, в общем-то, знакомый процесс. Конечно. Мне бы хотелось следующее сказать, чтобы граждане не волновались. Те граждане, которым бессрочно назначены меры социальной поддержки, они работают постоянно в полном режиме и предоставляются без дополнительных заявлений. То есть, не нужно собирать документы, ничего писать, беспокоиться. Не нужно. Все в обычном режиме вы получаете на свои расчетные счета. Нужно успокоиться и это понимать. Если у гражданина закончился период назначения мер социальной поддержки в период самоизоляции, ему точно так же нет никакой необходимости собирать документы для продления. Как известно, в соответствии с распоряжением нашего руководства, меры социальной поддержки в автоматическом режиме продляются на 6 месяцев. То есть, волноваться по поводу того, что вот у меня сейчас в апреле прекратился период предоставления, допустим, ежемесячного детского пособия. И как вот в этот период ограничения передвижения я подам документы, не надо. В автоматическом режиме на полгода всем все продлили. То есть, здесь все понятно. Что делать в случае, если вдруг возникла необходимость получения меры социальной поддержки, ну, например, на питание, да, женщина стала беременной. Вы знаете, что у нас есть выплата на питание беременным женщинам, начиная с 12 недель беременности. Или родился ребеночек. То есть, те граждане, которые впервые должны были бы оформить эти меры социальной поддержки. На все эти меры есть возможность подать документы через портал госуслуг. Не выходя из дома. Не выходя из дома. Портал работает 24 часа в сутки. Пожалуйста, в спокойном режиме вы выбираете нужную вам меру соцподдержки. Прикладываете туда необходимые данные и сведения. Мы рассматриваем. То есть, управление соцзащитой не прекращает свою работу. Сотрудники рассматривают ваше заявление. Если по вашему заявлению принято предварительно положительное решение, и вопрос идет только о том, что вам необходимо принести документы на сверку, то в личный кабинет гражданина направляется информация о том, что вам принято предварительно положительное решение по этому вопросу. Но ни на какую сверку приходить не надо. То есть, за вами сохраняются сроки подачи документов. Вы ничего не теряете в денежном выражении. И когда будет отменен режим самоизоляции, тогда в личный кабинет будет направлено электронное письмо о том, что вы приглашаетесь на сверку, вы можете предоставить свои документы, и уже таким образом вам будет выплачено соответственно и за апрель, и за май, и так далее назначено. То есть, я призываю просто всех успокоиться и достаточно здраво посмотреть на сложившуюся ситуацию. Наверное, я как раз хотела сказать о том, что поступают жалобы о невозможности дозвониться в Центр социальной защиты населения, о том, что линия постоянно занята. Наверное, это связано в том числе и с этой беспокоенностью граждан, которые переживают, что льготы будут отменены или не продлены, и что им делать, и куда им бежать, и куда им нести документы. Вы правильно говорите, потому что, в принципе, конечно, дозвониться не невозможно, но сложно. Мы признаем, что телефон горячей линии Одинцовского управления действительно перегружен. Вопросов всегда было достаточно. Сегодня в настоящее время со сложившейся ситуацией их еще больше возникает. Поэтому, конечно, дозвониться сложно. Но мы обратились в администрацию Одинцовского городского округа. Нам обещали помочь в этом вопросе и выделить многоканальный телефон на телефон горячей линии. Так что будем надеяться, что в ближайшее время дозвониться будет гораздо легче. Наталья Анатольевна, куда обращаться гражданам, если они не получили выплату от губернатора в размере 3000 рублей? Действительно, было принято решение о поддержке граждан 65+, старше 65 лет, а также граждан, которые имеют заболевание в соответствии с постановлением губернатора Московской области, 1500 и тех граждан, которые не нарушают режим самоизоляции, что тоже очень важно. Значит, первая выплата уже была произведена. Почти 49 тысяч граждан уже получили эти денежные средства. Опять же, это все в автоматическом режиме? Ничего, эти граждане не подавали никаких документов, никуда не звонили. Выплата производилась на основании сведений, которые уже имеются в базе данных Анатольевского управления соцзащиты. Единственное, что может быть, например, если гражданин старше 65 лет, никакие выплаты не получает у нас, ну не является льготником, кроме того, как является просто пенсионером, и у нас нет данных его реквизитов, куда эти деньги перечислять? Тогда такие граждане к нам обращаются, передают нам по адресу электронной почты свои реквизиты, и эти деньги получают. И обязательно те, кто не получил именно по этой причине, могут к нам обратиться. Мы внесем данные, и люди будут получать эти деньги. Что касается лиц, которые имеют заболевания в соответствии с постановлением губернатора, специфические заболевания, по которым тоже принято решение оказать 1500 рублей с первой выплаты, и 1500 рублей с 14 апреля планируется выплата. Эту выплату управление соцзащитой делает по спискам Минздрава. Министерство здравоохранения подает списки, и мы выплачиваем этим гражданам денежные средства. Опять-таки, что делать, если человек считает, что он имеет хроническое заболевание, а денежные средства он не получил? Тогда гражданин должен предоставить нам документы по электронной почте. То есть на адрес Одинцовского управления соцзащиты он присылает просто документы, заявление в произвольной форме, что я имею хроническое заболевание такое-то, прошу перечислить денежные средства на такой-то расчетный счет, потому что мы тоже не знаем, куда деньги перечислять. И мы на основании этого заявления и в произвольной форме, и документов, которые человек нам представил, если они у него есть, делаем запрос сами в Минздрав, ходить никуда не надо. То есть опять-таки нам, я призываю к тому, что никакой мы режим самоизоляции не нарушаем. По электронной почте нам присылаем эти документы, заявления. Мы сами делаем запрос в Министерство здравоохранения. И когда нам присылают ответ, что да, действительно этот человек имеет хроническое заболевание, но по каким-то причинам не попал в списки, мы выплату производим на расчетный счет, указанный гражданином. Наталья Анатольевна, были ли у нас случаи, когда пенсионерам 65 плюс было отказано в выплате, с учетом того, что они нарушили режим самоизоляции? Пока информации от соответствующих структур о том, что кто-то был оштрафован или кому-то нарушил режим самоизоляции, в управление своей защитой не поступало. То есть у нас очень сознательные граждане, особенно категории 65 плюс. Да, и по приему, который мы увидели, как постепенно снизился прием, то есть наши пенсионеры очень правильно реагируют на призывы нашего президента к возможности соблюдать самоизоляцию. Еще такой вопрос поступил от жителей. Почему не оказана никакая поддержка семьям с детьми-инвалидами, матерям-одиночкам, пенсионерам до 65 лет и немногодетным семьям? Можете прокомментировать? Да, немножко могу прокомментировать, потому что в Московской области принята достаточно стройная система мер социальной поддержки, которая действовала и до введения режима самоизоляции, будет действовать дальше. То есть вот в этой системе уже включены все виды социальной поддержки, которые могли бы быть. Ну, например, ежемесячные детские пособия. Они распространяются не только на детей из многодетных семей, но и семей, которые имеют и одного, и двух детишек. И такие граждане у нас есть. Если доход семьи не превышает 13 115 рублей на одного человека, пожалуйста, граждане подают документы, подавали заявление и выплачивали. Назначалось им на год это пособие, они все это получали. Сказать о том, что нет никаких других мер социальной поддержки, тоже неверно. Потому что существует такая мер социальной поддержки, которая называется оказание государственной социальной помощи. Она распространяется на всех граждан, которые по независимым от них причинам самостоятельно не могут увеличить свой доход. Сюда входят семьи с совершенно различным набором, скажем так, граждан. Это и семьи пенсионеров, и семьи с детьми, и семьи до 60 лет. Разные семьи. И семьи, состоящие из инвалидов или одинокопроживающие семьи. То есть если доход не превышает определенную величину, всегда можно было обращаться, и люди этим пользовались. Также оказание экстренной материальной помощи. Это тоже распространяется не только на многодетных семей или семей 65+. Это на всех граждан, которые и в сложной жизненной ситуации получали помощь. И за счет бюджета Московской области, и за счет, скажем так, помощи депутатов. Мы привлекали помощь, нам всегда помогали оказывать для того, чтобы мы могли людям помочь. Пожалуйста, все это действует, все это работает. И всегда можно обращаться, в том числе, прежде всего сейчас, через портал Госуслуг. Подаете заявление, что у вас сложилась трудная ситуация, материально мы всегда рассмотрим. Просто нужно помнить о том, что не нужно никуда выходить. Никуда выходить не нужно, и нужно пользоваться всеми предлагаемыми возможностями правительством. Понимаете, вот когда-то не было возможности подать и через МФЦ. Можно было приходить только в соцзащиту, только в одну точку. Это было тоже сложно, потому что находится соцзащита по одному адресу. Потом ввели МФЦ. МФЦ покрыли, скажем так, весь городской округ, стало близко к дому. Потом ввели возможность подачи документов через портал Госуслуг. Это же замечательно, когда ты дома и раньше мог воспользоваться этой возможностью, и сейчас, пожалуйста, ты подаешь документы и получаешь ответ по электронной почте. Наталья Анатольевна, заблокированы карты, социальные карты жителей Московской области, и граждане обращаются с тем, именно те граждане, которые в режиме самоизоляции все-таки продолжают работать, продолжают передвигаться. Как им быть, куда им обращаться, и возможно ли, чтобы эта карта была разблокирована? Конечно. У нас определен в Московской области перечень предприятий и организаций, которые продолжают свою работу. И, естественно, что люди должны пользоваться возможностями, которые предлагают, и были до этого использованы. Проезд по социальной карте жителей Московской области может быть разблокирован на основании письменного обращения работодателя в Центральный исполнительный орган государственной власти. То есть, пожалуйста, работодатель обращается, что такой-то товарищ нуждается, и ему социальная карта будет разблокирована. Спасибо, Наталья Анатольевна. Вы смотрели специальное интервью. С вами была Мария Шматкова. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok